МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа Грошкова много приветствует всех дачников и огородников и снова отвечает на самые актуальные вопросы сезона. В этом году тепло прошло стремительно, и весна оказалась очень короткой. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как в таких условиях не потерять урожай, что и когда еще можно посадить, чтобы качество и количество овощей вас порадовало. Тема нашей сегодняшней встречи – из зимы в лето. Понят тонкости нынешнего сезона нам поможет начальность Андроцитовской семенной инспекции Андрей Викторович Череп. Андрей Викторович, скажите, пожалуйста, чем занимается ваша инспекция? Наша инспекция занимается контролем в семеноводстве. То есть государственная инспекция занимается контролем за реализацией овощных на рынках нашего региона, а именно это Андроцит, Красный Луч, Петровский, Меусинск и город Ровеньки. И по фермерским хозяйствам за качеством семян, которые высылают наши фермера. Наша задача, чтобы к потребителю, а именно к покупателю семян, пришла качественная продукция. То есть каждый пакетик, каждый товар, каждые семена должны быть сертифицированы, проверены в лаборатории, соответственно, их аккредитации и иметь сертификат качества. Это наша главная задача. Мы занимаемся проверкой в лабораторных условиях. Надо сказать, что лабораторные условия очень отличаются от природных. Тем более, если смотреть, что происходило в этом году. У нас была очень-очень короткая весна, если можно так сказать. А если разобраться, то ее фактически не было. У нас зима сразу перешла в лето. У нас сразу появились высокие температуры. У нас все овощи, все мелкосемянные. Семена в этом году оказались все в стрессовых условиях. Когда мы проверяем семена на всхожесть, мы отбираем из каждой партии по 10 пакетов. Мы помещаем семена в термостат. И для каждой культуры, начиная от моркови, свеклы, томатов, в каждой культуре есть специальные свои условия, специальная своя температура. Разработаны специальные ГОСТы. Они называются ГОСС 224093, который работает с 1994 года. ГОСС 4138, это 2001 год. И ГОСС 6006-2008. Эти ГОСТы разрабатывали более 10 исследовательских институтов. Советских, теперь наших, украинских. И надо сказать, чтобы, например, для того, чтобы проросла такая культура, как морковь, 5 дней по ГОСТы. Ее надо проращивать при температуре 20 градусов. И еще 5 дней при температуре 30 градусов. Ну, скажите, пожалуйста, возможно ли было такое в наших условиях и в этом году? Что можно сказать по петрушке? Ее надо было в этом году. И по техническим условиям 7 дней она должна была прорастать при температуре 20 градусов. И 7 дней при температуре 30 градусов. В природных условиях этого года это было никак невозможно. Купила семена, моркови, огурца. Семена в апреле посеяла моркови. Огурец посеяла 6 мая на Егорьев день. Это ж у нас всегда сеют, это огурцы. Не взошли. Можно ли пересеять? Я знаю, что вы ответили, что можно пересеять. Какие сорта я подскажу. Это задала вопрос Головина Вероника Александровна. Поселок Мирный. И такой же вопрос задала Васильенко Алла Борисовна. И мне бы хотелось, чтобы вы рассказали технологии пересева. Чтобы у людей зашли семена. В данный момент, хотя уже на улице 22 мая, можно пересевать такие культуры, как морковку. Можно лук на зелень, спаржевую фасоль. Можно еще кабачок, можно огурчик. Что надо сделать для того, чтобы правильно посеять семя? Во-первых, надо хорошо пролить грунт. Эта процедура очень хлопотливая. Она займет более 10-12 часов. Но зато грунт будет пролит на 20-25 сантиметров. Это очень хорошо. Потом идет посев семян. Мы рекомендуем 1,5-2-2,5 сантиметра. Но не более в таких условиях. Необходимо накрыть покрывным материалом. То ли это будет покупной покрывной материал, то ли это будут старые газеты. Но обязательно надо покрыть несколько слоев. Потому что на солнце можно получить ожог. Солнце очень активное. Надо сберечь влагу. Надо сберечь влагу и получить полноценные всходы. Необходимо также раз в день, вечером, но только вечером, когда уже спала жара, когда уже нет активного солнца, приоткрывать наш материал, чем мы накрыли. И обязательно, обязательно смотреть, есть ли влага. Если есть влага, сохранилась в 15-сантиметровом слое, тогда не надо поливать. Если только мы видим нехватку влаги, обязательно еще и еще полив. Когда мы получили полноценные всходы, тоже мы сразу не снимаем покрывной материал. Он также у нас и находится. Но уже при получении 4 и более листочков, например, пусть это будет огурчик, и если мы получаем уже довольно высокие всходы по петрушечке, по морковке, тогда мы можем снять покрывной материал, обязательно промульчировать межрядие, обязательно сберечь влагу и обязательно дать жизнь растению. Потому что это живое растение, нам надо его сберечь. А дачникам надо получить хороший урожай. Андрей Викторович, наши дачники-огородники всегда стремятся замочить семена. Какие семена Вы рекомендуете замачивать сейчас? В этот момент я рекомендую замачивать такие культуры, как огурчик, потом горох, фасоль, бахчевые, дыню, арбуз и также кабачки. Рекомендуется замачивать примерно на 2 дня. Более не надо. Мы уже видим, что когда мы замочили фасоль, потом горох, потом дыньку, кабачок, мы уже получили расточки на второй день. Это прошло только 2 дня. Но можно сказать, что эти домашние условия были приближены немножко к лабораторным. Потому что был полив, была постоянная влажность и была постоянная температура. Не было жгучего солнца. Также хочу отметить голландские семена по огурчикам. Их замачивать вообще-то не рекомендуется. Но если уже кто-то из наших дачников замочил, это надо сделать обязательно. Не в узелочке, как делают наши бабушки. Это надо сделать, найти такую поверхность, положить туда тряпочку, смочить водой и положить семена более сантиметра друг от друга. Семена зарубежной селекции, как правило, всегда обработаны фунгицидом. И чтобы росточкой не сделать ожог, семена надо положить более сантиметра друг от друга. Тогда мы получим росточек, мы увидим, как проросли семена и можно их высаживать. Семена мелкосемянных не рекомендуется замачивать, потому что потом очень неудобно их сеять. Их сразу надо же садить в землю, чтобы сохранить влагу и сеять как можно раньше. Как мы видим, эти семена уже немножко переросли, потому что мы их посадили, еще замочили, еще в пятницу. И это у нас прошло уже почти пять дней. До этого нашим дачникам мы рекомендуем до такого состояния не допускать. Но мы готовились к передаче. И мы хотели показать, что семена хорошие, что они прорастают. И сегодня мы их обязательно высадим, потому что это живой организм. Мы видим, как он стремится к солнышку, как он стремится к жизни. И обязательно их высадим. Уже здесь пошли корешочки. Что касается мелкосемянных культур, таких как морковка, таких как укроп, таких как петрушка, замачивать их мы не рекомендуем, потому что это очень неудобно. И потом очень неудобно при посеве. Сразу их надо высевать в подготовленную почву. То есть пролитую, подготовленную и обязательно потом укрыть, чтобы не было ожогов и не было пересыхания. Потому что эти культуры очень восприимчивые к высоким температурам. А чтобы сделать температуру, которая им нужна, мы сможем сделать только на крыльях. По прошлому году себя очень хорошо показали семена кабачков. Наверное, многие телезрители сейчас улыбнутся, когда я скажу кабачок кавери. Это кабачок очень хороший, урожайный, кустовой. Очень хорошие кабачки. Чем же он замечательный? Обычно задают вопрос. Конечно, урожайность. Прежде всего, каждое семя, одно семя, дает до 90 кабачок за сезон. Кустовой, очень мощный, листья необыкновенные, декоративные. А вкусовые качества самые лучшие. Чем же вкусовые качества отличаются от грибовского? Да тем, что они очень нежные. Что икру сделаешь, что поджаришь кабачок. Очень вкусные. И они очень рано вступают под доношение. Это очень важный момент. Чтобы получить после всхода 30 дней и получить урожай, да это вообще... Раньше для нас это было нереально. Теперь, пожалуйста, есть такой кабачок. Но есть прекрасный кабачок икора. Это цукини. Вы знаете, раньше цукини мы приобретали, вложили их в заморозку, прекрасно. И лежал он даже без заморозки, до Нового года. Сейчас это зеленый кабачок. Изумительный, густовой, партенокарпик, урожайный. Плюсов очень много. И еще самое главное, все кабачки голландской и французской селекции, они устойчивы к самому страшному заболеванию. Это переноспороз. И устойчивое у них, у них очень хорошее. Поэтому они плодоносят у нас до октября. И, конечно, хотелось бы немного слов сказать о свекле. Каждый хотел бы приобрести очень хорошую свеклу. Чтобы она была красная, без колец, где-то Детройт, Ларка, Бекорес. И, конечно, я из всех выделю из этих. Это лома. Это цилиндрическая форма. Очень красивая, выровненная. Это не цилиндра, та, к которой мы привыкли, бывает, что она перерастает. А лома всегда 20 сантиметров, не больше размеров. Очень такой, знаете, удлиненной формы, выровненной, красивой. Всегда приятно ее положить, отварить и потом подать к столу. Нет абсолютно круглых колец этих белых, которые мы не любим. И очень темного, насыщенного цвета. Вкусовые качества. Пальчики оближешь. И, конечно, хотелось рассказать о моркови. Какие же сорта? Я вам порекомендую моркови. Это, конечно, еще супер ранее. Вы уже будете кушать ее в сентябре. Это лагуна. Также дальше за ней идет шантане. Есть шантане редко-ред. Есть шантане. Очень хороший французский сорт. Тоже обязательно попробуйте. Я хочу сказать, шантане на наших почвах растет очень хорошо, потому что она коренастая такая, толстенькая. И, как обычно, бывает закругленная. И очень хорошо вырастает хороший сорт сладкий, вкусный. Также можно, вы еще не опоздали поздние сорта. Это с Карла Супер. Она тоже успевает, потому что мы морковь выкапываем обычно где-то в конце ноября или в начале ноября. И положите ее на хранение, она будет прекрасно лежать. Поэтому, пожалуйста, учтите мои рекомендации, посеете, и вы получите еще прекрасный, хороший урожай. Необходимо сказать нашим зрителям об упаковке и маркировке семян. Мы видим, что эта упаковочка герметическая. Срок действия сертификата на герметическую упаковку 2 года. Также мы видим, что здесь есть выдержка по полному ГОСТу. То есть, мы видим страну производителя, мы видим марку семян, мы видим название на английском языке и на русском, и украинском языке. Также здесь мы видим номер партии, мы видим вес и количество семян, мы видим номер партии и мы видим дату использования. То есть, биологическая жизнь этих семян до 2015 года. Необходимо сказать, что семена такие, надо покупать обязательно в специализированных магазинах. Во-первых, в специализированном магазине круглый год выдерживается одна температура, которая благоприятная для хранения семян. Также необходимо сказать, что в конце года обязательно семена, которые остаются в магазине, проходят пересертификацию, потому что невозможно продать весь товар и наши зрители не могут раскупить весь ассортимент богатый, который есть в специализированном магазине. Что делает наша служба? В конце года это конец декабря или начало года, начало января мы отбираем пробы на государственный контроль. Обязательно партии проверяются в лабораторных условиях, проращиваются в термостатах, показания сверяются с данными нормативной документации. Если показания не подходят под нормативную документацию, партия семян снимается с реализации. В первую очередь мы помогаем продавцу, который не реализует просроченный товар, мы помогаем нашим зрителям, нашим дачникам, которые покупают качественный, сертифицированный и непросроченный товар. Когда работаешь в лабораторных условиях, все равно это очень отличается от природных условий. Моя очень хорошая знакомая, фермер и овощевод из 45-летним стажем, которая проживает в Андроцтовском районе, в поселке Краснолужский, занимается овощеводством, как я уже сказал, более 45 лет. И она говорит, что бы я ни делала, от подготовки грунта до покупки дорогих семян, до обработки семян стимуляторами, до обработки посевов фунгицидами, до обработки посевов ербицидами и всем, 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 что бы я ни делала, это только 20% успеха. Много все равно зависит от природы, от погодных условий. Другой фермер говорит, что за мою многолетнюю деятельность сроки посева очень сместились. Сместились, если 20 лет мы начинали высаживать в начале мая, то уже в конце 90-х это был конец апреля, а уже в наше время это середина апреля. То есть сроки уходят, сроки смещаются, соответственно, меняется и температурный, водный и другие режимы. Андрей Викторович, наверное, наши огородники и дачники сейчас, сидя у себя у телевизора, мысленно задают вопрос вам, как к специалисту, лучше высевать сорта или гибриды? Нашим дачникам мы хотим порекомендовать высевать и сорта, и гибриды. Но между сортами и гибридами есть разница. Если сорт это ботаническая единица культурного растения, которое выведено путем селекции и объединяет в себе биологические, морфологические и хозяйственные ценности родительских форм, то гибрид это растительный организм, который выведен путем схрещивания различных генетических родительских форм и объединяет их лучшие ценности, лучшие качества. То есть здесь не надо путать генетические и ГМО, потому что это разные вещи. Хотя я в своей практике все равно отдаю предпочтение гибридам. Почему? Потому что они объединяют лучшие качества, они берут от родителей самые лучшие, то есть у них лучший урожай. При использовании сортов мы можем получать урожай, но все равно не такой высокий. А мы хотим побольше, хотим много и хотим сейчас. Как я сказал, не надо уже путать с ГМО, с генетически модифицированными организмами. В нашей стране запрещено использование генетически модифицированных организмов. и при ввозе в нашу страну сертифицированных семян, при ввозе, при легальном ввозе, обязательно происходит проверка на ГМО, происходит проверка и выдача фитосанитарного контроля. То есть в нашу страну легально ГМО не может войти. Что еще хочется сказать по поводу ГМО? Наиболее распространенные культуры в мире, в которых выявлено ГМО, это кукуруза, это соя и, конечно, это же картофель, овощные, но в нашей стране использование ГМО запрещено. Андрей Викторович, я очень вас благодарю за очень содержательный и интересный рассказ. Я надеюсь, нашим телезрителям очень все понравилось. И, уважаемые телезрители, беседа на этом заканчивается. Передходача, к сожалению, подходит к концу. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их по телефону, который вы видите в конце программы. Ответы на них получите в ближайший выпуск. Я желаю вам хороших урожаев и удовольствия от работы на дачных участках. До новых встреч! Лето поменяло географию Турция, Греция. Мы его привозим в фотографиях, в ракушках, специях. Небо пятизвездочное скроется и загар смоется. Запах пахлавы на пляже, шелест от шубы с распродажи. Вот и все, что вспомнится о нем. А мне милее лето, то, что в плавке с якорем одета, лук в цветах и васильки в букетах, чай и бабушкин пирог, а после него сапку саму вишни сладкой. Твой первый робкий поцелуй украдкой и адрес надписью пиши в тетрадке. Адрес лето моего. Адрес поцелуй 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 поцелуй